Христос Воскресе! Поздравляем с Великим Световым Праздником Пасхи всех зрителей православного канала Экзегет. И сейчас мы с вами продолжаем цикл наших бесед, посвященных Евангелиям Световой Седмицы. Евангелиям, которые возвещают нам различные пути богопознания, которые составляют основную, собственно, задачу жизни человека на этой земле и к достойному осуществлению и восприятию, которые готовят нас эти весьма важные и неслучайным образом подобранные евангельские чтения Световой Седмицы. И так, как мы говорили, каждый день Световой Седмицы открывает нам какую-то определенную грань богопознания, какую-то определенную особенность путей богопознания. И вот во вторник Световой Седмицы мы с вами вдруг, так сказать, посреди чтений Евангелия из Иоанна встречаем с вами очень важное для нас чтение Евангелия от Луки 113 зачала. Давайте ознакомимся с ним на русском языке, для того, чтобы было легче его воспринимать на слух. Итак, Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие и пошел назад, девясь сам в себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое «Эммаус», и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. «Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны?» Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» «И сказал им, о чем они сказали ему, что было с Иисусом Назорянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники, начальники наши для осуждения на смерть, и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его, и притесказывали, что они видели в явлении ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу, и нашли, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им, о несмысленные медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру, и он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, приломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? И встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес, и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в приломлении хлеба». Итак, вот это необычайно действительно важное евангельское чтение. И совершенно не случайно то, что вот так практически в самом начале Светлой Седмицы, во вторник, мы слышим именно его на литургическом евангельском чтении. Ну, здесь говорится о том, что Господь учит своих учеников совершенно новому образу познания себя, совершенно новому вообще восприятию себя, чем то, которое было доступно им до этих пор. И в то же время это именно тот самый путь богопознания, который отныне оставляется и святым апостолам, и тем, кто последует за их учением. Итак, Господь является двум путникам-апостолам по дороге из Иерусалима в Маус. Надо сказать вообще, что этими двумя спутниками были, как мы знаем из евангельского текста Клеопа, один из апостолов из числа 70, и согласно устоявшейся церковной традиции понимания этого места, вторым был сам апостол и евангелист Лука. Почему шли они в Маус? Ну, здесь об Маусе, вообще, так сказать, о разных версиях Мауса современных можно рассказывать довольно много, но это сейчас не является основной темой нашей с вами беседы, поэтому мы это отложим на какое-то время благоприятное, другое время. А сейчас скажем лишь то, что на самом деле в Маусе у Клеопы был дом, и, собственно, в этом доме Клеопа и создал впоследствии одну из первых церквей в честь Господа нашего Иисуса Христа, где престолом служил как раз-таки тот стол, за которым сам Господь разломлял хлеб и познался им в преломлении хлеба. Это вот был такой вот уникальный сожженный храм на Святой Земле в Маусе, в доме святого апостола Клеопы, и место это довольно долго сохранялось в благодарной памяти христиан, и церковь эта в том или ином виде достаточно долго на этом месте существовала. Но примечательно то, что Господь является им, не будучи узнанным. Он является им просто как какой-то странник. Почему? Это делается Спасителем специально, с особенной целью, для того, чтобы ученики перестали пытаться видеть Его теми глазами, которыми они смотрели на Него до событий Воскресения, тем более Вознесения Его на небо, которые еще, так сказать, предстояло пережить Его божественным ученикам. Они должны были отвыкнуть от того обычного человеческого облика, в котором они Его встретили и узнали. Они должны были учиться познавать Его сердцем, познавать Его духом. Он вступает с ними в беседу, как как будто совершенно посторонний человек, и сначала, заявив о своей, так сказать, якобы неосведомленности и соболезнуя апостолам в их такой какой-то явно грустной беседе, которая придает им такой очень печальный вид, он узнает от них о событиях, которые были только что совершились в Иерусалиме с Иисусом, пророком, сильным словом и делом. Но уже вскоре он укоряет их в несмысленности, в косности, в том, что они не спешат поверить всему, что возвестили пророки, и от Писания изъясняет им все то, как надлежало пострадать Христу и воскреснуть своей великой славе. И впоследствии апостолы, когда вспоминают эту беседу, они обращаются друг к другу со словами «Не горело ли в нас сердце наше?» Вот именно поэтому горению сердца должны были они узнать того, кто ими явился. Но первоначально это была просто смутная тяга, вот такое смутное узнавание в этом удивительном страннике кого-то близкого по духу, кого-то, кто несет такое вот слово исполненное, такое удивительное силы и того же самого духа, который они знали и встречали в слове своего божественного учителя. И они просят его вместе с ними зайти в Имаус, присоединиться к ним за их вечерней трапезой, потому что уже настает вечер, дороги небезопасны, а главным образом, потому что они хотят этого. И вот почему Господь делает вид, как будто хочет идти дальше, и ждет, чтобы апостолы сами обратились, сами попросили его возлечь с ними за вечерней трапезой, потому что он ищет собственного расположения сердца, он ищет людей неравнодушных, он ищет тех, кто умолит его остаться и вечерять, возлечь на единой, бессмертной, великой трапезе. И вот здесь, на этой трапезе, он вдруг узнается ими, вот в этом преломлении хлеба, и тут же становится невидимым, потому что, почему становится Господь невидимым после того, как апостолы познали его в преломлении хлеба? Он как бы переносит фокус зрения, фокус внимания святых апостолов с человеческого облика на хлеб, который он преломил, на таинство Евхаристии, которое он совершает. Отныне апостолы, а вслед за ними все верные, должны будут познавать Христа Спасителя уже не просто в человеческом облике, но в облике хлеба, хлеба Евхаристии, который, вкушая, они будут приобщаться тому горению сердца, тому познанию Христа, у них будут открываться очень душевные и сердечные для того, чтобы познавать Христа вот в этом преломлении хлеба опять и опять, вновь и вновь, за каждой литургией. Здесь этим евангельским чтением подчеркивается та вневременная, постоянная, важность таинства Евхаристии, которая отныне становится одним из важнейших, главнейших образов и путей богопознания, намного важных даже, чем просто явление Христа или восприятие Христа в каком-то вот таком вот человеческом образе, в котором он еще являлся своим ученикам. Познание Христа сердцем, познание Христа в Евхаристии становится главным деланием христианина в его земной жизни. Вот именно поэтому во вторник Святого Седмица мы с вами слышим это евангельское чтение и получаемся тому же, чему учились святые апостолы, а также тому, чему получались целое поколение христиан, начиная от Древней Церкви, которые вводились вот это познание высоты важности таинства Святой Евхаристии как пути богопознания. Вот в те дни, когда Святая Церковь как заботливая мать обучала и питала своих только что принявших крещение птенцов, бывших оглашенных, наставляя их на пути христианского делания. Итак, в следующий день, среду Световой Седмицы мы с вами встречаем уже другое евангельское чтение и опять возвращаемся к благовестию святого Иоанна Богослова. Четвертое зачало евангельское, которое читается в этот день на литургии на русском языке звучит так. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и увидев идущего Иисуса сказал, вот агнец Божий. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, что вам надо? они сказали ему, рови, что значит учителя, где живешь? Говорит им, пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где он живет. И пробыли у него день тот, было около десятого часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе, последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, мы нашли Мессию, что значит Христос, и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал, ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петра. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему, иди за мною. Филипп же был из Вевсаиды из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаева и говорит ему, мы нашли того, о котором писали Моисей в законе пророки Иисуса, сына Иосифова из Назарета. Но Нафанаева сказал ему, из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему, пойди и посмотри. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаева, говорит о нем, вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаева говорит ему, почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ, прежде нежели послал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Нафанаев отвечал ему, мурави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ, ты веришь потому, что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего и говорит ему, истинно, истинно, говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Итак, вот такое евангельское чтение мы с вами встречаем с светлой Седмицы и о чем же оно говорит нам вот в том контексте вот общего понимания Евангелия Светлой Седмицы как чтение повествующих о различных путях богопознания. Оно повествует нам о том следующем шаге, который совершается после того, как привлеченный проповедью другого человека христианин обратится непосредственно к Богу. И вот здесь помимо так сказать собственного желания человека должен последовать еще и ответ Бога на это стремление быть с Ним. Недаром здесь повествуется о том, как первые из учеников Христовых Андрей и Иоанн Иоанн как раз таки Иоанн Богослов Андрей брат Симона Петра как они следуют за Христом идут за Ним. Они хотят узнать, они хотят познакомиться с Ним поближе. Они, конечно, пока воспринимают Его еще просто как такого вот учителя, но осененного каким-то необычайным таинственным авторитетом, о котором им говорит Иоанн Претеча, указывая на Него как на Агнца Божия. И Господь принимает это стремление приблизиться к Нему, узнать Его поближе, позволяет провести с Ним целый день. Они спрашивают у Рави, где живешь? А Господь им говорит придите, пойдите и увидите, приди и вишьте. то есть человеку действительно нужно перейти к какому-то такому действию после слышания для того, чтобы попытаться больше узнать о Христе. И вот на эту робкую человеческую попытку Господь изливает в качестве ответа свою благодать. Он вот мы действительно мы не видим, что происходит на самом деле с учениками Христовыми. Что-то вот в этом тексте, в этом евангельском чтении для нас остается за кадром. Мы можем, ну как говорится, мы можем только догадываться о том, что на них начинает действовать какая-то совершенно непостижимая сила Христова. Та сила, которая ощущается в непосредственном общении с Ним, в которую они получают благодать ступить. То есть Господь имеет божественную, таинственную силу над душами человека. Фактически здесь говорится о той призывающей благодати, которую Господь влагает в человеческое сердце на его стремление найти Бога. И далее уже вот своей такой какой-то тайной, непостижимой божественной властью начинает вести человека далее и далее за собою вот по этому пути благопознания. Мы не знаем, что произошло с Андреем и Иоанном за тот день, который они провели со спасителем его скромном жилище, в котором он остановился. Но это настолько перевернуло их жизнь, что они без всяких сомнений последовали за ним. А Андрей даже привел своего брата Симона, которого Господь тут же нарекает Петром. Он меняет его имя, говорит, что отныне он кифа, этим проявляет свою власть. Что при этом происходит в душе самого Петра? Каким образом именно это действует на него для нас остается загадкой. Мы не знаем того, что там происходит, потому что это всегда тайна. То, как Господь призывает человека, то, что глаголит наедине ему в сердце, это всегда тайна, которая навеки соединяет Божественного Учителя и его ученика. В противоположность Симону и Анну и Андрею Филиппа Господь находит сам. Это тоже удивительное такое свойство благопознания. Господь своей призывающей благодатью сам находит человека, даже без его порой какой-то просьбы, без его такого ясно выраженного желания. Господь еще прежде, чем мы начинаем стремиться к его познанию, уже познает нас. И опять же, что говорит Господь Филиппу? Простые слова. Он говорит, иди за мной. И все. Что же должно было стоять за этими словами, что должен был почувствовать в своем сердце Филипп для того, чтобы не просто бросить все и пойти за Христом, войдя в число 12 его ближайших учеников и апостолов, но он еще и отправляется в тот город, из которого он сам там был родом. Вернее, он находит Нафанаева из предместья Назарета и говорит ему о том, что они нашли того, о котором Моисей говорил о законе, о котором говорили пророки Иисуса, сына Иосифа из Назарета. И вот здесь на примере Нафанаева нам приоткрывается то, каким может быть вот это таинственное божественное действие. Потому что когда Нафанаев, усомнившись в словах Филиппа и сказав, может ли вообще что-нибудь доброе быть из Назарета, все-таки убежденный ему, убежденный той силой веры, которую внезапно обнаруживает Филипп после одной встречи с Иисусом из Назарета, он отправляется видеть этого учителя, а тот сразу говорит ему слова «Вот израильтянин, в котором нет никакой лести, никакой лжи, подлинный израильтянин свободный от всякого лукавства». Насторожный Нафанаю спрашивает его «Откуда ты меня знаешь? Как ты можешь меня знать, чтобы высказывать сразу обо мне такое суждение?» И вот Господь приоткрывает тоже одну из каких-то таких своих тайн. Он говорит ему «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». И вот святые отцы они очень интересно толкуют вот это евангельское место. Есть такое очень интересное любопытное толкование, которое говорит о том, что прежде, чем Филипп нашел Нафанаева, тот действительно в этот жаркий час дня сидел в тени, в прохладной тени под смоковницу и размышлял о Мессии, размышлял о Спасителе. И вот в этот момент, который должен был прийти, поскольку пришествия его ожидали практически все правоверные иудеи. И в этот момент он вдруг почувствовал, что в этих размышлениях он не один. Он почувствовал присутствие Божие. Вот такое чувство божественного присутствия, которое пережила его душа, которое наполнило его благодатью. И уже определенным образом настроило его на то, что этот Мессия это что-то действительно божественное, что-то необычное, а не просто какой-то банальный уроженец всем известного Назарета, рядом с которым Нафанаев проводил дни своей жизни. Он был родом Искана Галилейской, там даже в честь него до сих пор есть храм. И для Нафанаева Назарет это ну никак не какой-то, так сказать, не показатель духовного авторитета. Но то, что Господь открывает эту тайну, ведомую лишь ему и Богу, сразу убеждает Нафанаева в том, что перед ним действительно Мессия. И он возглашает это, Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Он не сомневается больше в своей вере, а Господь открывает ему, что это только начало пути и Богопознание. Вот то чувство, которое он пережил, чувство Божественного присутствия, это только первый шаг того пути лестницы на небо, на который вступил святой Нафанаев вместе с другими апостолами. Он говорит, ты веришь, потому что я тебе сказал, что видел тебя под смоковницу, но увидишь больше этого. Отныне будете видеть небо отверстым, и ангелов Божьих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. То есть отныне вот эта таинственная жизнь духовного мира, та жизнь, которую человек своей душой разделяет вместе с ангелами, будет приоткрыта для святых апостолов и для тех, кто пойдет следом за ними. Для них откроется поистине необозримый горизонт Божественного поздания, постижения, поскольку они приняли ту призывающую благодать Святого Духа, которую им дает Господь, и о важности, которой нам так явно, так красноречиво возвышает вот это евангельское чтение, совершенно не случайно назначенное нам для чтения на среду Светлой Седмицы. в четверг Светлой Седмицы мы с вами уже, так сказать, оказываемся в совершенно иной ситуации и в иных обстоятельствах, потому что восьмое зачало Евангелия от Иоанна, которое читается в этот день, оно возвещает и повествует нам уже о встречах, которые были у Спасителя с книжниками народа Израилева, совершавшимися в Иерусалиме. Восьмое зачало в значительной части своей состоит из беседы Христа с Никодимом. одним из начальников иудейских. Итак, текст этого Евангелия по-русски звучит так. Это третья глава Евангелия от Иоанна. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей родиться?» Иисус отвечал, «Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие, рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух, не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Нихадим сказал ему в ответ, «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему, «Ты, учитель Израилев, и этого не знаешь? Истинно, истинно, говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, не свидетельствуют о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном. Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Итак, вот это такое достаточно продолжительное собеседование с мудрым старцем Никодимом, оно тоже совершенно неслучайно помещено здесь. Ну, во-первых, сразу отметим, что у него также говорится о важности необходимости таинства крещения. Таинство крещения как духовного рождения, рождения от воды и духа. Это, согласно словам Христа непременное условие спасения человека, непременное условие богопознания. И мы видим, что здесь слово Христово встречается с тем непониманием, которое проявляет Никодим в силу своего, своей принадлежности к такому намного более приземленному в своих интересах истремлениях и в своем собственно толковании священного писания к поскольку относится Никодим к стану фарисеев, к стану книжников. И вот он проявляет вот ту самую такую определенную косность, вот то непонимание, которое даже сейчас нам в общем-то кажется иногда несколько даже нелепым, смешным. Тем не менее на самом деле к сожалению человек очень часто встречает вот такое вот в своей душе полная готовность, полную неготовность воспринять слово Божие. То есть его мысли настолько привычно находятся не там, где лежат пути божественного познания, что он не понимает обращенного к нему слова. Он недумевает, как можно родиться свыше. Он принимает это за какое-то такое вторичное рождение, за то, что как же он будучи стар опять войдет в утроб и снова родиться в очередной раз. Но Господь указывает ему на такую вот как бы фундаментальную ошибку, которую допускает. Он пытается плотским мудрованием рассуждать о небесных, о духовных вещах. Он говорит о том, что такое понимание духовное, оно делается возможным только благодаря дыханию, действию Духа Божия, который свободен. и для того, чтобы понимать то, что сказано Духом, нужно самому иметь. Для начала нужно родиться от Духа, родиться в Духе, а затем следовать за той божественной свободой, которую проявляет вот этот ничем не связанный божественный Дух, который дышит там, где хочет. и голос ты его слышишь, а не знаешь, откуда он приходит и куда уходит. Вот это то состояние человеческой души, когда для того, чтобы возрастать в благопознании, для того, чтобы возвышаться над своей обычной ежедневной жизнью, над своими обычными приземленными мыслями, ему нужно соединяться с вот этим дыханием Святого Духа. И только в этом Духе и осуществляется постижение божественных путей, постижение спасения и благопознания как основа вечной жизни человеческой души. Поэтому от человека требуется терпение и требуется признание той божественной свободы, которая так характерна для благодати Святого Духа. Нет какой-то техники, нет какого-то способа, нет какого-то средства заставить Дух прийти к нам. Он дышит там, где хочет. И наше дело только желать Его пришествия, быть готовым к этому пришествию, раскрывать свое сердце этому пришествию и терпеливо ожидать, терпеливо бороться бороться за то, чтобы место, куда может прийти Святой Дух было подготовлено, было очищено покаянием и было способно вместить вот это божественное учительство и руководство Святого Духа, в котором только и совершается великое дело и спасительное дело богопознания. Ну, вот этого терпения, этого труда, этого делания мы вам желаем в эти дни Световой Пасхи, поздравляем с этим великим праздником Христос Воскресе, ну, а рассмотрению оставшихся евангельских чтений Святой Семьицы мы с вами посвятим следующую беседу с праздником. Внеси свой вклад, оцени, подпишись, и поделись этим видео. и подпишись, и подпишись, и подпишись, Продолжение следует...